Приветствую тебя любитель зомби! Сегодня мы с тобой обсудим уже третий стрим разработчиков по 19 альфе игры 7 Days to Die, который в этот раз был посвящен элементам окружения, процессу создания нового оружия, анимациям и другим интересным вещам. Ведущими остались все те же Латан Медус, Ником Прайм и Ричард Хуэнинг, совладелец компании The Fun Pimps, а также было 5 дизайнеров и аниматоров. Сегодня ты увидишь множество декоративных элементов, также посмотрим с тобой на некоторые варианты анимации, которыми смогут в будущем похвастать зомби и много еще всего интересного. Ты на канале Сурвагер и это 8 выпуск новостей, посвященный разработке 19 альфа игры 7 Days to Die, в котором я тебе расскажу о чем шла речь на третьем стриме и что нам в итоге было показано. Поехали! Вначале вернемся к моделькам торговцев, которых ты и так уже видел в прошлых обзорах. В этот раз мы с тобой рассмотрим их чуток ближе и узнаем некоторые пикантные подробности об одном из них. Первое, что нам показали на стриме, была заготовка, которая предшествовала созданию обновленной модельки торговца Джоэла, а также была показана готовая моделька. Тут дизайнер особенно хвастался тем, как хорошо у него получилось сделать волосы и особенно бороду торговца, и я могу сказать, что выглядит это достаточно круто. Следующая моделька уже принадлежит тому самому Ною, который будет одной из сторон глобального конфликта в основном квесте. Его противником будет герцог, и я рассчитывал увидеть его модельку на этом стриме, но, к сожалению, она оказалась не готова. Затем была представлена торговка Джен, которую мы также видели на одном из прошлых обзоров, а также в публикациях в Твиттере. Особенностью этой модельки является то, что при ее создании дизайнер брал за основу внешний вид своей дорогой женушки. Вот это, понимая любовь, взял и увековечил супругу в игре. Пусть об этом и мало кто узнает, но тем не менее. Это все модели персонажей, которые были показаны в этот раз. Далее нам показали некоторые изменения, которые коснулись деревьев в игре. На одном из прошлых стримов разработчики уже обращали наше внимание на новые сгоревшие деревья, которые добавили разнообразие растительности в сгоревшем биоме. И на этом стриме нам дали рассмотреть их чуть подробнее. Теперь на территории сгоревшего биома, кроме дубов и кустарников, будут встречаться сгоревшие сосны и ели разного размера. Стволы таких деревьев также получили соответствующую детализацию. Они будут выглядеть действительно обгоревшими с отпавшей в некоторых местах корой. Обновлены были и деревья в лесном и зимнем биоме. В лесном биоме кроны стали гораздо пышнее за счет проработки отдельных веточек, а в зимнем биоме деревья получили на свои кроны большие шапки снега. При создании зимних вариантов деревьев дизайнер, по его словам, ориентировался на игру RDR 2, и вышло у него, по-моему, совсем неплохо. Сгоревший и разрушенный биом получили также и другие изменения. Если сейчас в 18 альфе в этих биомах мы просто видим все окружение через специальный затемняющий фильтр, то в 19 альфе это будет выглядеть уже гораздо лучше. Теперь гнетущая атмосфера будет достигаться не с помощью банального цветового фильтра, а с помощью освещения, дыма и разнообразных источников света. Это стало доступно в том числе благодаря переходу на новый тип освещения. Это также повлияло и на то, как теперь будут выглядеть облака. Некоторые текстуры земли также были обновлены, но над этим еще идет работа. А вот набор текстур, которые пришлось обновить под новое освещение одному из дизайнеров. Не могу сказать точно все ли текстуры в игре представлены на этой картинке, но их достаточно много, как для одного дизайнера, но тем не менее работы в этом плане уже закончены. Далее нам показали разные загрузочные экраны, на которых кроме обновленных зомби также были показаны некоторые обновленные локации в условиях разных биомов. Нижняя часть загрузочных экранов тут закрашена черным цветом специально для того, чтобы во время загрузки игры тут выводились подсказки, которые, кстати, можно будет листать. И если раньше у меня были сомнения, будут ли переведены подсказки на загрузочном экране, то теперь могу сказать точно, перевод на русский язык будет. Не спрашивайте откуда я знаю, просто поверьте на слово. Из новых элементов окружения тут нам показали стога сена разной формы и обновленные кровати, которые дизайнеры уровней смогут комбинировать в двухъярусные. Это касается, кстати, и других подобных блоков, вроде полок магазинов. Для создания многих элементов окружения использовались изображения реальных прототипов. Многие железные полки, которые встречаются в 18-й Альфе в магазинах, также сильно изменятся. Во-первых, их можно будет обыскивать как шкафчики и тумбочки, но в отличие от тумбочек тут не будет четкого отличия, что можно обыскать, а что нет. Пустые полки в 19-й Альфе или вообще не будут встречаться, или будут встречаться крайне редко. В основном они будут забиты всяким хламом, вроде грязных коробок, каких-то пластиковых банок и прочими отходами. А если на такой полке ты увидишь что-то похожее на годный товар, то такую полку, скорее всего, уже можно будет обыскать. Тип товаров или мусора, который можно будет встретить на таких полках, будет отличаться в зависимости от того, в каком магазине находится эта полка. Например, в аптеках на таких полках будут разнообразные упаковки от лекарств. В продуктовых магазинах это могут быть сгнившие овощи, пустые консервные банки или консервы, бутылки с вином и т.д. Для каждого типа магазина уже готов свой набор оформления для таких полок. Для аптек, магазинов техники и продуктовых магазинов дизайнерами уже был разработан целый ряд упаковок, на которых красуются выдуманные марки товаров и логотипы. Также тут тебя ждут разнообразные торговые витрины, холодильники, автоматы с газировкой и прочие атрибуты. Особо стоит отметить обновленные книжные магазины, в которых можно будет встретить полностью переработанные книжные полки. А кроме того, тут тебя ждут книжные раскладки, стопки книг, кучи книг, стеллажи с рекламными буклетами и т.д. Показаны на этом стриме были также и другие элементы окружения, такие как стойки с уничтоженным оружием, обновленные кучи мусора, новые ванны, манекены, настенные часы, стойки с одеждой, кучи обуви и прочие атрибуты апокалипсиса. На стенах зданий в 19 альфе можно будет встретить доски объявлений, также большое количество разнообразных плакатов, стен газеты, объявления о розыске, объявления о пропавших животных, меню кафешек, рекламы кинотеатров и прочие информационные элементы. Оружие на этом стриме также не обошли стороной. Тут нам продемонстрировали промежуточные и готовые версии моделей такого оружия и инструментов, как пустынный стервятник, новая снайперская винтовка, гайковерт, турель-отбойник, дробовик, стальной боевой топор и каменный топор. Ну как же без него? Как-никак первый твой инструмент в игре. Была также показана и модель армейского грузовика. И вот глядя на эту модельку, я что-то подумал о том, как же мне уже надоел джип, который сейчас есть в игре. И как бы хотелось найти такой вот грузовичок на какой-нибудь армейской базе, подремонтировать его и прокатиться на нем с ветерком по пустошам. Надеюсь, найдутся мододелы, которые смогут его оживить в 19 альфе, так как от разработчиков про новый транспорт ничего не слышно. Следующее, что было показано интересного на стриме, была анимация нового оружия от первого и от третьего лица. Первым, конечно, был уже полюбившийся мне автоматический дробовик. И тут я опять повторю, реализован он, как по мне, отвратительно. И я надеюсь, его полностью переделают или заменят на что-то другое. Далее был показан новый крупнокалиберный пистолет, пустынный стервятник. Тут с анимацией вроде как все нормально. Видимо, сложно было напортачить, когда в игре уже реализовано похожее оружие. Следующая была показана снайперская винтовка, и что тут сказать. Короче, без оптического прицела ни автоматический дробовик, ни эту винтовку лучше не использовать, так как в режиме прицеливания выглядит это крайне убого. Я не специалист, и не могу сказать, в чем проблема, а потому выскажусь как один мой знакомый. Я не знаю як, но бачу шо не так. Что в переводе значит, я не знаю как, но вижу, что что-то тут не так. Если вдруг знаете, напишите в комментариях, что именно не так с этим оружием. Или может быть тут все так, и я себе напридумывал. Жду ваших комментариев. Дальше была показана турель Кувалда. Хотя нет, какая-то нафиг турель. Она же не стреляет, она бьет, потому пусть будет отбойник. Да, точно, мусорный отбойник. Не помню, рассказывал или еще нет, принцип его работы будет таким же, как и у мусоромета. Оба эти оружия можно будет использовать или установив на землю, или непосредственно из рук. И если мусоромет тратит хоть какие-то боеприпасы в обоих случаях, то этот новый отбойник при хорошей прокачке в ручном режиме будет направо и налево раскидывать врагов. Причем не потребует для этого ни боеприпасов, ни стамины. Не то чтобы имба, но в крайнем случае может сильно выручить. Ну и дальше идет демонстрация самой неоднозначной новинки 19 Альфы, которая по своей неоднозначности переплюнула даже конфетки-бустеры, о которых, кстати, будет идти речь в следующем обзоре. Это летающий дрон-помощник. Если кто-то из зрителей первый раз на канале и впервые видит это чудо техники, поведаю, что знаю. Эта штуковина будет иметь свой небольшой инвентарь. В обычном режиме она будет следовать за игроком, или если получит приказ, будет ждать тебя там, где ее оставишь, а также будет способна лечить игрока по запросу. Она будет периодически оглушать врагов с помощью встроенного электрошокера, а также, если верить разработчикам, будет периодически комментировать события в игре и делать это будет приятным женским голосом с британским акцентом. Ее еще вроде как можно будет модифицировать, но список модов еще не оглашали, и я сильно сомневаюсь, что в 19-й альфе они будут доступны. Следующий и самый интересный в этом выпуске это новые анимации зомби. Тут была показана лишь малая часть того, что было запланировано, и то, как резко Прайм прервал демонстрацию анимаций, я могу сделать выводы, что часть анимаций мы, судя по всему, видеть были не должны. Но ничего не поделаешь. Что попало в интернет, то там останется навсегда. Итак, какие же анимации нам тут показали? Ну, во-первых, анимация плавающих зомби. Как плавают зомби мы с тобой уже видели. Далее была показана анимация споткнувшихся, падающих или пытающихся удержать равновесие зомби. И последним тут был показан, я так думаю, новый набор анимаций для зомби-паука. Некоторые мне прям очень понравились, особенно вот это. Уже хочу видеть эти анимации в игре, думаю, будет круто. Если ты такого же мнения, ставь лайк под видео. И последнее, что было показано на этом стриме, была исправленная анимация игрока от третьего лица. А точнее, анимация верхней части его тела. Как минимум, в коопе твои напарники уже не будут выглядеть деревянными по пояс, во время бега, использования оружия или инструментов. Это все, что было показано на этом стриме, но это еще не все. Дальше были довольно-таки интересные ответы разработчиков на вопросы из чата, и сейчас тебе расскажу, что же там было такого интересного. Езда на транспорте от первого лица не планируется, тут вся надежда на мододелов. Вот и проверим, насколько они всесильны. Набор анимаций ближнего боя в будущем будет еще более расширен, даже по отношению к тому, что будет в 19-й альфе. Мы не обречены всю оставшуюся жизнь собирать растения кулаками. Со временем будет добавлена специальная анимация хватательного типа. Планируются также специальные анимации для принятия таблеток и продуктов питания. Кроме того, во время таких анимаций персонаж будет держать в руках соответствующие предметы. Баночки с таблетками, тарелки или банки с едой, бутылки с напитками и так далее. Вполне возможно появление специальной анимации при переломе ноги. Тут во время действия дебафа персонаж мог бы хромать, а не только замедляться. Специальные зараженные, которые в будущем заменят зеленых, также со временем получат специальный набор анимаций, например, когда будут собирать окружающих зомби в стаю и так далее. Переходы на границы биомов станут со временем почти незаметные и максимально естественные. Трава, а также другие растения, такие как золотарник, ризантема и хлопок, с одним из обновлений однажды все-таки получат обновленные текстуры. Покраска предметов однажды может стать гораздо интереснее, чем просто заливка сплошным цветом, например, какие-нибудь полосы или другие узоры. Добавление рыбы в игре вроде как тоже планируется, и первым может быть сом, если я правильно понял. Разработчик вроде бы не шутил. В игре уже сейчас, несмотря на отсутствие нормальной физики воды, могли бы появиться лодки, ну или хотя бы плод. Но в данный момент основное внимание разработчиков сосредоточено на бандитах и генераторе мира. Так что плод мог бы появиться уже только в 20-й альфе. Ричард также отметил, что было бы хорошей идеей, чтобы зомби в какой-то момент могли бы выбивать оружие из рук игрока. И последнее. На вопрос о том, могут ли в игре со временем появиться лифты, Ричард заверил, что это вполне возможно. А Ричард он вам не Джоэл, он мать его Ричард. А значит лифтам быть? Но это не точно. Ну а на этом у меня пока что все. Благодарю за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента, значит видео тебе понравилось, а потому подписывайся, звони в колокол и делись этим видео с друзьями. В ближайшее время тебя ждет обзор стрима, на котором было показано обновленное дерево навыков, усиливающие конфетки и возможно еще что-то. Еще раз спасибо за внимание и до встречи, выживший. Редактор субтитров А.Семкин